Всем привет! Сегодня я хочу с вами поделиться отчетом третьей недели моей работы с диетологом и массажистом. Опять-таки традиционно начну с того, что если вы первый раз попали на серию этих выпусков, то у меня на канале есть целый плейлист, там где я еженедельно делаю отчеты по результатам работы с диетологом и массажистом. Моя главная задача это начать правильно питаться, перестроить свои привычки в питании, сбросить вес, избавиться от целлюлита. Это уже отчет третьей недели, поэтому если вы смотрите это как первое видео, есть смысл посмотреть, конечно, все сначала. Для тех, кто следит за этими выпусками, давайте приступать. Итак, основываться я буду, как всегда, на свою маленькую черную книжечку. Как обычно, я сделаю себе определенные чекпоинты, на которых я хочу остановиться. И начнем опять-таки с того, какой у меня результат был в третьей неделе. На третьей неделе мой вес начал уходить еще более медленно. То есть, если первая неделя это была полтора килограмма, потом вторая неделя это килограмм, то третья неделя у меня ушло всего лишь 600 грамм. То есть, если я весила 60 килограмм под конец второй недели, то под конец третьей недели мой вес был 64. То есть, 61 я весила под конец второй, и 64 я весила под конец третьей недели. И, откровенно говоря, меня это как-то начало немножко подрастраивать, потому что я поняла, что какой-то у меня регресс как будто случается. Но в то же время я по себе уже видела эти изменения в лучшую сторону. Как я уже сказала, на второй неделе я конкретно заметила, что у меня живот стал плоским, то под конец третьей недели я поняла, что он даже не просто плоским стал, он становится уже реально красивым. Именно действительно такой вот красивый, плоский, рельефный в нужных местах, и, скажем так, абсолютно плоский в остальных местах живот. Меня это просто безумно радовало. И также я смотрела на себя вот в плане бедер, да, в плане ног. Мне казалось, что вообще ничего не меняется. И я вот к Насте пришла. Это был, по-моему, тогда четвертый массаж у нас. Только Настя, это, кстати, мой диетолог и массажист. Ее контакты, как обычно, внизу. Если хотите, можете к ней тоже обращаться. Так вот, я к ней пришла и говорю, мне кажется, что вот у меня бедра вообще просто не меняются, и меня это очень расстраивает, потому что живот вроде как ушел, вроде как ощущения какие-то сдвиги есть, но в то же время вот ноги, это всегда моя просто бешеная проблема. И чем бы я ни занималась, как бы я там себя не урезала в питании, как бы я не загоняла себя в тренажерном зале, все равно ноги у меня не худеют. И это моя вот конкретная была проблема. Она мне сказала, что ей кажется, что все-таки изменения есть. Поэтому, так как я сделала замеры до, то есть смысл сделать замеры после, ну, как бы вот на третьей неделе. Я, откровенно говоря, отнеслась к этому скептически. Я не думала, что будет какой-то там результат, но результат был просто шокирующий. Сейчас я вот вам найду специально все свои замеры, потому что я их сюда вклеила, вот, это было на 18-й день. Вот, я сюда вклеила свои замеры. Итак, что касается того, какие у меня были результаты по замерам. Грудь так и осталась 85 сантиметров, слава богу. Я это, кстати, Настя тоже сказала, что вот в районе груди мне худеть что-то вообще не хочется, потому что здесь как раз-таки у меня объем такой вот, ну, нормальный, да? То есть, как бы если будет меньше, то будет хуже. И вот как я задумала, вот так я, кстати, и худею. Дальше. Талия 64 сантиметра. У меня ушло минус 6 сантиметров за 3 недели. Это просто я была в шоке, откровенно говоря. У меня талия была 70 и стала 64. Я вот откровенно этого не думала, что настолько много. Но я думала, может, ну, 2 там сантиметра, 3, но 6 сантиметров, целых 6 сантиметров. Живот 80 стал тоже. Живот это именно вот там, где под пупком этот пласт жира у меня был. Было 86, стало 80. Опять-таки, минус 6 сантиметров. Бедра у меня стали 93 и 5, это минус 2,5 сантиметра, что тоже просто меня повергло в шок. Уши, уши это на бедрах опять-таки, там, где вот начинается бедро, есть такие как бы наросты жира. Уши у меня тоже похудели на 2,5 сантиметра. И сейчас они стали, так, где мы замеры, 95 и 5 сантиметров, то есть минус 2,5 ушло. И руки вот в этой вот части тоже у меня похудели на 1 сантиметр. Я когда сделала эти замеры, я просто вот реально мне это в шок повергло. Потому что вес вроде бы как и не сильно много, да, я веса потеряла. Я там, ну, 3 килограмма потеряла, 3 килограмма 100 грамм, если быть уже точной. Это не такой уже феноменальный вес, но, видимо, на мне, на моем теле, это действительно вот в объемах очень большую разницу делает. Тем более, кстати, мне вот в комментариях пришел очень такой вот в точку комментарий, что когда я жаловалась и говорила, что 90, ой, 90, 65 килограммов, это мой как бы медицинский стандарт, 65 килограммов. Я жаловалась, что 65 килограммов для меня это очень много, что я буду себя чувствовать там такой уже толстой, что я при 63 себя чувствовала уже такой с лишним весом, то 65 для меня это будет точно перебор. И пришел комментарий вот просто в точку, который говорил, что самое главное это ощущение и то, как я себя вижу, скажем так, в зеркале. Потому что 65 килограммов жира и 65 килограммов мышц это совсем разные фигуры. И это 100% правда. Вот мне это действительно немножко так даже открыло глаза. И я поняла, что вес, по сути, это как бы не настолько важно. Потому что так как я все равно делаю физические какие-то нагрузки, пускай небольшие, но все равно я их делаю, то у меня, возможно, жир заменяется мышцами. И поэтому по весу как бы я могу не очень много терять веса. То есть, допустим, если я потеряла 600 граммов всего за неделю, это не значит, что вообще во мне ничего не поменялось. То есть, я могу опять-таки в объемах где-то уйти, но в то же время в весе это какой-то глобальной цифры не покажет. Поэтому я, в общем-то, перестала так уж прям сильно зацикливаться на весах, на показателе на весах. И просто смотрю на себя в зеркало, я постоянно вижу улучшения. Я вижу, как уходит жир и я вижу, как подтягивается попа. Вот реально я вижу, как она подтягивается. Она просто вот прям с каждым массажем, она все больше и больше поднимается. И я до последнего этого не понимала. Мне казалось, что вот эта вот складка, да, вот на фотографиях моих до, очень отчетливо видно вот эту мою складку под попой. И вот буквально вот недавно, вот пару дней назад, я проходила в супермаркете, я там покупала обычные продукты, скажем так, для себя, для еды. И я прошла в супермаркете мимо отдела, где продается нижнее белье. И там висели такие в ряд коробочки, на которых были изображены попы с этими как бы трусиками надетыми, да. И я посмотрела, что все вот, все абсолютно рекламы, вы можете даже зайти там на сайт Victoria's Secret и тоже убедиться в том, как выглядят там попы в модели. Так вот, вот эта складка под попой, она есть только совсем чуть-чуть с внутренней стороны бедер. Вот, с внутренней стороны бедер, вот как начинается попа, вот начинается вот эта складка, а потом ее нет. Вот, я этого вообще не понимала. Я столько этих фотографий видела. Я на сайте Victoria's Secret регулярно сижу, я этого не видела. И когда я уже поняла, как должно быть, я поняла, насколько у меня было плохо все. Вот, и сейчас, когда я знаю, как оно должно быть, я смотрю на себя в зеркало, и я вижу, что с внешней стороны у меня начинает эта складка уходить, и она все больше и больше сдвигается именно к внутренней части. Это вообще, это феноменальные просто результаты. И я откровенно скажу, я в массаж антицеллюлитный, вот очень долгое время я в него не верила. Я думала, что результат может дать только физическая нагрузка, правильная диета и все. Что массаж, это такое, знаете, как мертвому припарка. Но на самом деле массаж, это просто, я не знаю, это, наверное, 90% работы с борьбы с целлюлитом. Поэтому, если у вас есть возможность пойти на массаж, 100% идите. Даже если вы не будете сидеть на диете, даже если вы не будете заниматься спортом, даже если вы вообще ничего не будете делать, все равно массажист с хорошими руками, он сможет вам это все поднять, разбить этот жир и, короче, слепить вам, грубо говоря, новое тело. Понятное дело, если вы это не будете поддерживать, оно быстро опять вернется в прежнее состояние, но тут уже все как бы будет зависеть от вас. Поэтому поделилась с вами своими просто шокирующими результатами. И также я бы хотела поделиться с вами каким-то негативом, скажем так, за все это время. Потому что у меня все эти выпуски были, ааа, класс, там у меня все классно, я там худею, я там, тут у меня плоско стало, тут у меня наоборот хорошо. И как бы я ни разу не упоминала о чем-то таком, что, в принципе, мне приносит дискомфорт. Какого-то ужасного чего-то я вам тут не расскажу, но есть две вещи. Первая, меня ужасно раздражает, что я постоянно хочу в туалет, по-маленькому я имею в виду. Так как меня заставляет Настя пить не меньше двух литров воды в день, для меня это очень много. Я вообще, я как верблюд, я могу целый день вообще ничего не пить, там, выпить чашку кофе, мне вот так вот хватает. То есть у меня и кожа была обезвоженная, то есть из-за чего появляются мимические морщины тоже, это от обезвоживания. И кожа, вот мне все косметологи говорят, у тебя кожа нормальная, но она обезвоженная. Все мне так говорили. И, в общем-то, когда мне надо было вот пить вот так очень много, прям, я просто постоянно хочу в туалет, и меня это так раздражает. Я когда, особенно за рулем, когда мне нужно ехать куда-то далеко, ну, к примеру, мне за рулем нужно просидеть там, не знаю, часа полтора-два, там из одного конца города в другой доехать, то я вот пока пью, я один раз ехала, я думала, у меня глаза взорвутся. В общем, мне так хотелось в туалет, но я никуда деться нельзя. Вот я еду в машине, и, ну, где ты остановишься, по сути, там, бежать по каким-то кафешкам, вроде как стыдно, позорно, как бы не забежишь, что ты здрасте, можно у вас там в туалет сходить. И я пока доехала до пункта назначения, у меня просто аж пот уже холодный начал с меня литься. И вот это чувство очень частое, то есть если раньше я там пару раз могла за день сходить, я, конечно, извиняюсь за подробности, но это как бы мои ощущения, и хочется ими с вами делиться. Вот, то сейчас это просто постоянно, каждые полчаса, каждые минут сорок, только выпил воды, уже сразу тебе там через 20 минут хочется бежать по маленькой нужде. Вот, это первое, что очень так вообще дискомфорт мне именно приносит, в плане того, что вот доступа к туалету нет постоянно, но надо бы, чтобы он был. И второе, это я все-таки чувствую себя более уставшей. Возможно, это связано с тем, как перестраивается мой организм, что я все-таки теряю вес, что он все-таки приходится ему отдавать жир. он начинает бастовать и говорить мне о том, что чтобы я меньше, наверное, на себя брала. То есть при том объеме работы, которую я делаю, я сейчас устаю намного быстрее. И в конце дня меня просто можно вот как, я не знаю, тряпку такую выжимать, все, у меня нет сил. Я в 10 часов вечера максимум я уже должна лежать, уже должна засыпать, потому что у меня сил вот просто вообще ни на что больше нет. Это тоже как бы вот такой вот минус. Но тем не менее, мне кажется, что это, наверное, в каком-то плане неизбежно. Буду пробовать, может, больше на всякие фрукты, овощи переключаться, чтобы подпитывать постоянно себя витаминами, чтобы не было вот такого вот эффекта. Что касается еды, с 16 дня у меня началась чистка суставов. И для меня это, наверное, одна из самых важных чисток, потому что колени меня уже очень долгое время беспокоят. Ну и все суставы, в принципе, в целом. Когда я отказалась от красного мяса, стало намного лучше. И Настя сказала мне, что теперь на второй завтрак я должна кушать очень сильно разваренный рис. Как он, собственно, готовится? Очень сильно разваривается, зачастую, круглый рис. Самый простой круглый рис. Значит, его нужно залить водой с вечера. Потом эту воду вы сливаете, наливаете, наливаете вновь, начинаете варить. 5 минут варите, сливаете воду. Опять вновь, опять 5 минут варите, опять сливаете, опять 5 минут варите. Короче, 4 раза вот так вот с ним надо играться, пока он не разварится в такой просто клестер. И вот этот вот клестер как бы и нужно кушать. Я вот поиграла, вот откровенно скажу, я вот так вот поиграла с ним 1 или 2 раза. Потом я поняла, что если я поставлю в пароварку, то есть налью мало воды и поставлю в пароварку на довольно длительное время, то есть на 40 вот так вот этот рис, то он в такую же консистенцию разваривается, то есть такой же, в принципе, становится такой вот очень-очень сильно разваренный и клейкий такой. И при этом мне не надо как бы постоянно с ним играться. То есть я его все равно развариваю до того же состояния, просто постоянно с ним вот так вот не играюсь. И вот на второй завтрак мне постоянно нужно кушать рис. Я делаю 3 ложки, 3 столовых ложки риса, варю, кушаю на второй завтрак, без соли, без ничего, как бы вот просто это такой продукт, который вот впитывает лишнюю соль у меня в организме. И здесь тоже хочу сразу напомнить, что у меня на этой, на третьей неделе было открытие еще одного продукта, именно соевый соус. Тогда, когда разваренный рис мне вообще просто в глотку не лезет, и мне хочется, ну, хотя бы хоть чем-нибудь его приправить, я его кушаю с соевым соусом, и вот именно вот такой вот я купила. И, кстати, когда я об этом подумала, это, кстати, тоже был совет в комментариях, за что огромное спасибо, соевый соус это, конечно, вообще супер штука, особенно, когда, ну, вот не лезет просто, и хочется вот хотя бы чего-нибудь добавить, чтобы оно хоть более съестное стало. Вот это отличный вариант. Но я обрадовалась, у меня был соевый соус в холодильнике, и я сразу побежала, о, да, у меня есть, класс, но потом я в интернете почитала, что соевый соус нужно обязательно знать, как выбирать. В соевом соусе должно быть всего несколько ингредиентов. Если там вы видите, там, концентрат того, усилитель, там, вкуса такой-то, е-такое, е-сякое, это очень плохой соевый соус, его не покупайте, его не употребляйте, потому что ничего полезного, здорового, и даже приближенно позитивного он вам не сделает. Нужно выбирать соевый соус, которым всего несколько компонентов. Я нашла вот этот, который меня устроил в категории цена-качество, он недорогой, потому что все соевые соусы, я смотрела, с хорошим составом, были за 100 гривен. Этот стоил около 40, по-моему, и, значит, здесь у нас в составе вода, соевые бобы, соль и сахар. Все, больше здесь ничего нет. И вот именно такой вот состав, вот приближенный к этому, можно даже без сахара, наверное, найти, вот приближенный к этому должен быть состав соевого соуса. Никаких дополнительных там компонентов не должно быть. И вот именно с таким соевым соусом я иногда кушаю еду, когда мне вот просто вот вообще не лезет и хочется хотя бы чем-то приправить. Также, кстати, во время первого выпуска, когда я читала общие рекомендации, я говорила о том, что раз в две недели может быть разгрузочный день, на протяжении которого ты можешь позволять себе кушать вот все просто, что хочется, любое. Вот почему ты и скучала все эти там две недели на диете, ты можешь восполнять в этот день. Это вообще, мне кажется, очень такой здоровый подход. Во-первых, ваш организм не отвыкает от какой-то более тяжелой еды, то есть все равно у вас вырабатываются там какие-то ферменты для того, чтобы это все переваривать. А во-вторых, вы просто себя радуете, потому что вы заслужили, вы сидели на диете, вы над собой работали, вы достигли результатов, и почему бы себя чуть-чуть не порадовать. У меня разгрузочный день, я себе их сделала так, чтобы они преподали на каждую пятницу, вот каждой неделе, каждой пятницы, потому что пятница это такой день, когда хочется там выйти куда-то с друзьями, я не знаю, погулять, куда-то сходить в ресторан, в какое-то заведение, и я так поняла, что пятница для меня классный день. Но вот конкретно в эту пятницу, когда у меня был разгрузочный день, так случилось, что мой муж отравился очень сильно, причем, и получилось так, что всю пятницу и субботу ему было плохо, и, короче, мой разгрузочный день на этом накрылся. В воскресенье, когда он уже нормально как бы себя чувствовал, вот у меня как-то не было какого-то сильного желания вот что-то съесть, вот реально не было, вот я думала, что я буду ждать, ой, там мой любимый бургер, я бургеры, кстати, обожаю, вообще-то одна из моих любимых видов еды, я думала, что я вообще там так захочу что-нибудь такое съесть, но у меня вот тяги это не было. Наверное, это все из-за того, что все-таки я работала над собой, и я старалась психологически настроить себя сразу, что диета это не наказание, что я не наказываю себя, а я наоборот делаю себе хорошо. Именно поэтому у меня какой-то бешеной тяги не было. Единственное, что я в воскресенье сделала, это я на ночь съела пару печенюшек, собственно, приготовленных, кстати, рецепт я вам расскажу, и все, я два раза выпила кофе, по-моему, за день. А, и еще я себе дала довольно долго поспать, это было воскресенье, я себе дала очень долго поспать, в итоге у меня получилось за день всего три приема пищи вместо пяти. Вот это, в принципе, был мой разгрузочный день, нельзя сказать, что я сильно там как-то оторвалась в этот день, но, тем не менее, вот это я и делала. Я думаю, следующий разгрузочный день я все-таки немножко больше во все тяжкие пущусь. И что касается тоже еще моих пропусков, за последнее время я заметила, что я меньше делаю спорт, не знаю, с чем это связано, вот иногда бывает так, что у меня просто на это не хватает времени, иногда бывает откровенно лень, из-за того, что я чувствую больше усталости, иногда, вот, я не знаю, как-то складываются так обстоятельства, что я стала чаще его пропускать, то есть если вначале я его регулярно делала постоянно, каждый день, то сейчас я начинаю его пропускать, и я также начинаю пропускать закаливание. Что из себя представляет закаливание? Закаливание – это постепенное просто обливание холодной водой, как я это делала, во время того, как я принимала душ, под конец я включала максимально такую, как бы, холодную воду, которую я могу выдержать, не ледяную, а именно просто холодную, которую я могу выдержать, то есть я чувствую, что мне прохладно, но в то же время не так, что она меня аж обжигает, и как бы душем себя обливаю, там, сколько тоже могу выдержать, пока не становится прям так, конкретно прохладно, и с обливанием у меня проблемы, потому что у меня сейчас просто какие-то начались проблемы с водой дома, какой-то очень плохой напор, и у меня воды, откровенно говоря, хватает, дай бог на то, чтобы просто помыться, а там уже обливаться, это уже другой вопрос. У нас сейчас начался отопительный сезон, и из-за этого какие-то, короче, проблемы с водой, вот именно сугубо из-за этого тоже закаливание мои страдают, я думаю, как решится проблема с водой, то, как бы, я думаю, я вернусь к закаливанию, это, кстати, тоже очень неплохо на меня влияет, я чувствую какую-то бодрость, какой-то прилив энергии, вот, мне кажется, закаливание очень классно на меня влияет. Теперь, что касается конкретных рецептов, да, того, что я кушала, я готовила такое блюдо, если его можно так назвать, опять-таки, это блюдо, которое тире жульничество, я брала лист лаваша, туда нарезала всякие овощи, по своему усмотрению, салат, помидоры, туда бросала курицу, тоже предварительно сваренную, резала ее на маленькие кусочки, тоже посыпала, добавляла брынзу или сыр и немножко запекала в духовке, это тоже очень классное блюдо, очень быстрое, но, опять-таки, это нельзя называть полноценным диетическим блюдом, хотя вы все-таки употребляете в основном все диетическое, да, за исключением лаваша, но так как хлеб конкретно в моей диете не исключается, то есть полностью, да, то есть налегать не надо, но не исключается, и я его не ем вообще, вот кроме как вот, если вот там шаурму эту себе делаю, то, опять-таки, для меня он какого-то регресса не делает, то есть мне он нормально идет, я, если, опять-таки, времени нет, а надо срочно покушать, взял лист лаваша, туда что-то накидал, накидал, закинул 5 минут, оно подпеклось, запеклось, очень вкусно, очень классно, и особенно с брынзой классно, потому что брынза, она когда плавится, она создает эффект вот такого вот соуса какого-то, даже, вот кажется, как будто приправил каким-то соусом, но на самом деле это просто расплавленная брынза, потом, дальше, что я еще кушала, омлет на пару, я себе как-то делала, тоже в один из вечеров, тоже мне было настолько лень готовить, если я ничего не хотела готовить, я решила сделать омлет на пару, просто взбила с молоком яйца, чуть-чуть там каких-то приправ, в пароварку, в эту формочку, в пароварку, и как бы сколько там, минут 15, и как бы оно тоже приготовилось, нормальное блюдо, как бы ничего не могу сказать, опять-таки, регрессы после него я какого-то не заметила, дальше, что я еще делала, на ужин я частенько начала кушать салат с курицей, как я уже говорила, вечером на сложные углеводы, лучше не налегай, сложные углеводы, это каша в основном, я решила попробовать, именно элемент каши, убрать совсем, и я делаю салат из овощей, вот накидаю, 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 всякого туда, и потом просто вот эту курицу, которую я предварительно делаю в пароварке, я ее тоже режу на маленькие кусочки, и бросаю туда к салату, и в принципе получается нормально, то есть я по сути как бы ем один салат с этой курицей, и ну как-то мне нормально пошел, вот я в принципе этим рецептом была даже довольна, и последнее, что я делала, это сырники, сырники я делала по тому же рецепту, что и ленивые вареники, то есть я взяла обезжиренный творог, и смешала его с яйцом, и размельченной овсяной кашей, то есть овсяный вот геркулес, вот этот обычный, я его так размолола очень мелко, смешала это с творогом и с двумя яйцами, но вместо того, чтобы лепить вот такие колбаски, резать их как ленивые вареники, я сделала такие как сырники, в общем-то по форме, и обжарила их без масла, без масла они у меня конечно чуть подгорели, но тем не менее, все равно поджарились, и тоже это было очень вкусно, ленивые вареники мне наверное понравились, все-таки немножко больше, но сырники тоже было офигенное вообще, офигенное блюдо, тоже очень мне понравилось. Вот в принципе наверное и все, я рассказала вам все свои наблюдения, все свои результаты, все свои разочарования, и поделилась какими-то рецептами, буду очень рада, если вы будете оставлять мне свои какие-то рецепты, свои какие-то действенные советы, мне очень интересно читать ваши комментарии, я безумно рада видеть, что некоторые девчонки мне пишут, что они вот сейчас находятся на том же пути, что и я, худеют вместе со мной, там как-то странеют вместе со мной, безумно это приятно, и тоже я начала получать комментарии, что некоторые из вас также обращаются к Насте, именно к моему диетологу, и видят очень хорошие результаты, вот буквально пару дней назад я получила просто феноменальный комментарий, мне настолько стало приятно, потому что я бы не советовала вот человека, если бы, откровенно говоря, результат был бы негативный или плохой, а мне настолько было приятно видеть вот этот такой вот развернутый, хороший, позитивный комментарий, что Настя тоже вот помогает человеку, человек счастлив от этого, он добивается цели, в общем-то мне тоже вот безумно было приятно, поэтому если вы тоже к Насте решите обратиться, она, кстати, работает тоже и удаленно, с любыми городами, странами и так далее и тому подобное, я внизу ее контакты всегда оставляю, если вы тоже с ней работаете, то тоже, пожалуйста, делитесь своими впечатлениями, и ей это будет приятно 100% читать, и мне это будет приятно, потому что мы, знаете, как в одной секте с вами делимся впечатлениями, делимся какими-то наблюдениями, в общем-то, пожалуйста, обязательно пишите, оставляйте комментарии, и на этом все-таки я с вами буду прощаться, до встречи в отчетах следующих недель, пока!